Всем привет, всем доброе утро. Я стою возле почты у нас, отправила документы, получается, по проблемам, о которых я пока еще не хочу говорить. Может быть, когда-нибудь, когда все решится и закончится, я потом об этом расскажу. Поэтому на это мне понадобится, конечно же, согласие тоже и Виктора, потому что я в этом замешательстве, как сказать, случайно. Вообще это все не мое дело, но как бы все равно почту собиралась, мимо проезжала. Виктор там, хотя сегодня чуть-чуть моросит, но под крышей докрашивает доски, чтобы их наконец-то уже пришпандярить и покрасить их потом с другой стороны. Мы решили сделать это так. Так, вот, сдала, сегодня ездила, сдала кровь. Так больно, блин, впалит эту иголку, как зафинтиклюшит. О, аж как будто до кости. Потом на общий анализ, как бы такая рутина, проверка просто. Так, еще сегодня поеду, буду волосы свои опять красить. Опять же, в такой же цвет, я не знаю, я прям зациклилась на этом цвете. Мне так и нравится длинный волос и вот этот вот рыжеватый цвет красивый и у меня натуральный. Сейчас, конечно, он у меня без масла, волос суховат, но масло я не могу намазать, потому что мы будем красить. И нет, я не боюсь беременной красить волосы. Я крашу всегда и уже, ну как в беременности получается, красила уже раза четыре, если я не ошибаюсь. Все хорошо, главное, чтобы никакой реакции не было. У меня ее нет, а если какая-нибудь реакция и пойдет, надо просто быстро-быстро смывать и как бы, ну, слава богу, что все хорошо. И, наверное, еще раз делаю педикюр, потому что у меня после аппаратного педикюра долго это все не держится. Мне надо как-то ручной педикюр и все-таки у Лены мне нравится больше всего. Поэтому еще раз буду делать повторно педикюр. Маникюр, кстати, держится, который я делала у Марьи, у девушки, у молодой девушки. Я до сих пор очень довольна маникюром. Все хорошо, нигде ничего не отслаивается. Вообще все замечательно. Прошло где-то, ну, сколько, полторы или две недели примерно, да. Единственное, которое я сама виновата, это когда мы крутили банки, я сбила себе тут сбоку краску. Ну, это виноват опять я, поэтому ничего страшного. А так держится все хорошо. Я очень довольна и буду продолжать ходить теперь к Марии. И, во-первых, очень классный маникюр, а во-вторых, она живет в следующем поселке. Это вообще классно. Что еще могу рассказать? Покажусь, наверное, уже вам потом, когда я уже покрашусь. Так что, до встречи. Всем доброе утро. Вчера уже не снимала, потому что было дел не в проворот. Вот, как вы видите, покрасилась чуть-чуть. Корни подкрасили и длину освежили. Сделала педикюр, но педикюр ногти я не крашу, не покрываю ничем. Просто чисто все, чтобы было чистенько, ухоженно и все. Мне не нужны никакие лаки на ногах. Я не такая привилегливая насчет этого. Чем мы вчера занимались? Морковь. Вытащили все из грядок. Надо было все помыть, почистить, потому что она очень, как сказать, пупыристая, волнистая. Образовались такие, как... Не могу объяснить даже, что там образовалось. Короче, грязь забивалась и не вымывалась, поэтому ничего не оставалось, кроме как просто чистить, а перечистить три ведра и небольшой морковки. А там была большая, но была его такая меленькая. Если были бы какие-нибудь у меня там, я не знаю, кролики, я бы, конечно, бы с кроликом это все скормила, а так у меня никого нет, и выкидывать не захотел Виктор. Нет, мы это скушаем. Короче, так мы до конца ее и не осилили. Еще одна чашка осталась. Сейчас я уже без задних лап просто упала, и я просто ничего уже не чувствовала. Чувствовала боль в ногах, в спине и так далее, и тому подобное, потому что перекрутила, считай, два ведра, потом перекрутили кабачки, 10 кабачков. Надо за собой это же все потом помыть, убрать, сделать ужин, поужинать. Сейчас я вам покажу, что мы заготовили. Так, посмотрим, что мы сделали. Ой, это, конечно... Так, тут у меня полная морозилка кабачков. Вот. Тут у меня полтора, один большой, и вот такой вот маленький пакетик. Это у меня идет, господи, баклажан. Баклажан был чуть-чуть. Кабачки вот тут много пакетов. Тут у меня это все морковь. Это все морковь. Вот, все забито. Но я потом это еще чуть-чуть пересортирую, потому что еще перец. Я буду полу-такие кольца нарезать, не натирать, потому что перец тяжело натереть. Морозилочка, конечно, маленькая. Вот, это все. Тут у нас холодильник. Так, мы сюда воду кинули. Надо еще одну бутылку кинуть, чтобы чем больше лежит в холодильнике, тем меньше будет энергии уходить в холодильнике, ну, на холодильник. Поэтому мы сюда там воду закинуть. Можно еще что-то. Может быть, то, что нечасто нам нужно. Как варенье, например, в больших банках. Можно сюда поставить. Не знаю, еще посмотрим. Но этот холодильник, он только так. На первое время тут, вообще-то, он уйдет потом на летнюю кухню. Тут у нас всякие баллоны-не-баллоны, пакеты. Это наша тут, как сказать, бойлерная, как мы говорим. Собираемся тут на море. Но я надеюсь очень, что мы туда попадем. Купила вот такие вот стаканчики для детей. Хочу еще написать каждого ребенка имя. Потому что маленькие бутылочки покупаешь. Дети не допивают. Потом их выкидываешь. Это жалко. А так одну большую, две большие бутылки купил. Каждому налил, сколько он выпьет. И будет намного меньше бутылок с собой таскать. Во-первых, вес. А во-вторых, будут, ну, у каждого свой стаканчик вот такой вот. Собираемся. Ну, не знаю. Там на квартиру надо, позвали сантехника. Что-то у нас там не фуручит. Циркуляция почему-то не работает в квартире. Поэтому вызвали техника, которая должна приехать между 10 и часом. Так что 3 часа. Что-то в этом районе. Я говорю, ну, я надеюсь, что он не прям в час приедет. Потому что потом, пока мы доедем до моря, опять сколько уже будет время. Обидно, что прям в субботу вот так вот. Ну, по-другому, к сожалению, никак. Мест других не было. Приходится все на себя брать, как оно есть. Кану едет с родителями. Сара уедет с подружкой. Ну, все тоже на море. А девчонок мы с собой возьмем. Ну, посмотрим, во сколько мы вообще двинемся. Так. А что ему делает мой муж? Он опять красит доски. Уже какой день? Ну, это третий слой. Слава Богу, все. Потом надо будет их кинуть. Уже на балкон прикрепить. И затем уже будем просто вверх. Чисто. Привет! Подружка приехала с Армой. Чисто будем доски крепить. И потом только вверх останется полакировать. Вот. Пойду поздороваюсь с нашим дядей Вовой и тетей Морей. Пойду поздороваюсь с нашим дядей Вовой. всем привет мы приехали домой но то что вы видели когда я последний раз была дома и говорила что мы поедем на море это было вчера а сегодня море вы видели это мы ездили сегодня короче мы два раза подряд были на море забрели куда-то по моему в пионерский на пляж на дикий пляж но для детей очень много камней и для взрослых даже я падала ну я падала мягко я падала воду все нормально алиса прибежала всем привет тут мы разбираем уже тетрадки потихоньку девочки все вытирают подготавливаемся потихоньку в школе еще конечно надо будет многое докупать но все что осталось еще с прошлых лет все это будет использоваться а потом уже будем докупать что не будет хватать я еще даже не расчесалась после душа вот хожу пока в таком виде стирка стирается уже несколько дней никак не могу не достирать потому что мы постоянно море постоянно полотенца дома толком ничего не делается потому что нас нету потому что мы на море поэтому все собирается и собирается и копится один день которому были дома я проводила загадок не приготовлением нет подготовкой к зиме или как же был блин это по-русски сказать короче забыла а папа наш ну как всегда наш папа уже опять вон на втором этаже сделает опять уже вон он а его даже не видно пилить что ли там что-то я слышала сейчас посмотрим вон папа работает уже все после отдыха сразу за работу тут кан все просится на рыбалку хочу завтра утром их отвезти надеюсь что папа проснется и детям уделять время надо и работать надо и все надо ничего не успеваем но ничего страшного когда-нибудь каждой работе есть конец вот такие дела у нас кабачки собираем крутим завтра с мамой мама хочет крутить огурцы но мне надо смотаться в больницу с утра быстро в больницу смотаюсь а потом пойду к маме уже огурцы крутить кис-кис да ой 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 белая пузо иди сюда наша белая пузо ты моя девочка маленькая да 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 кто там приехал кто-то приехал что ли не знаю кто-то подъехал там а это к папы люди приехали не ко мне в этот раз что удивительно смотрю на себя но сумма я чё-то распух разнесло мой нос но ничего это нормально пойду зайду к маме на пять минут и это мой надо еще до конца отмонтировать ролик а то что то я уже затянула с роликами никак вам не могу выставить на море да на море ну ладно завтрашнего дня уже будет прохладно никакого моря и займемся опять домашними делами как обычно так что всем желаю хорошего вечера люблю вас пока пока до скорых встреч